Всем привет, народ! Меня зовут BlacksInfinity, и сегодня мы с вами поговорим по поводу фильма Harley Quinn. Потрясающая история хищных птиц. Ой! То есть наоборот. Но это в принципе и не важно. Знаете, я не могу сказать, что фильм мне не понравился. Но он мне и не понравился. То есть, блядь, я сейчас сказал какую-то лютую херню. Короче, фильм средняк. Вот он и не говно, и не шедевр. Но в какие-то моменты со своей задачей, развлекал его, он справляется нормально так, да? Ну, если отбрасывать то, что в основу сюжета в завязку встроена абсолютно какая-то противная богомерзкая херня. В виде самых потаённых инстинктов человека посрать. Ой. Ну, я не знаю, как это, короче, назвать всю фабулу сюжета. Чем можно, ну, как до этого додумались. Нет, в принципе, как и чем до этого додумались-то понятно. Я не понимаю, зачем до этого додумались. Вот в этом-то вопрос стоит. Ну, ладно. Это не особо важно. Я хочу просто сказать свои плюсы и минусы очень быстро по этому поводу, по этому фильму. Значит, начнём мы с минусов. Почему фильм в итоге-то не получается хорошим? То есть, не тем зрелищем, которое нужно, в принципе, фанатам DC, да и вообще фанатам комиксов. Хотя кому-то может понравиться. Во-первых, это то, что хищные птицы продолжают гнуть линию атмосферы отряда самоубийц. То есть, можно... Я не знаю, чем руководствовалась Кэти Ян. Она, походу, немного не поняла. Но у неё происходят почти что такие же ошибки, как в отряде самоубийц. Мы про это ещё поговорим, потому что это зависит от композиции. Структуру композиции, которую выбрала Кэти Ян, чтобы развивать всё это повествование внутри сюжета. Ну и, короче, у фильма такие же ошибки, как у отряда самоубийц в каких-то местах. Но есть работа над ошибками, над тем же отрядом самоубийц. И как проводится эта работа над ошибками? Да таким образом, что у нас какие-то элементы взяты из других фильмов. То есть, взят за основу такой вот фундамент отряда самоубийц. Вся эта стилистика, шарм, вот это вот настроение, визуал. Понимаете? Всё это вот отряд самоубийц. Даже в какой-то степени вся вот эта структура повествования, она взята из отряда самоубийц, да? Что происходит дальше? В отряде самоубийц была проблема в том, что повествование не зациклилось на одном каком-то персонаже, как и должно быть в командных фильмах. Но проблема была в том, что у нас было там миллиард нераскрытых абсолютно новых персонажей. И фильм пытался в разные моменты зацикливаться на каком-то из них. Из-за этого происходила каша, Мишура в итоге ни один персонаж не раскрывался, а многие из них просто оставались болванчиками, которые похожи друг на друга и ничем не отличаются. Да? В этом заключалась главная проблема. То есть, не было фокусировки внимания на каком-то персонаже. Она бы могла быть. То есть, например, в тех же Мстителях существует параллельная, точнее, одинаковая фокусировка внимания. Из-за чего такая херня создается? Из-за того, что персонажа, например, Железного Человека в Первом Мстителе, мы уже видели до этого два раза. И человек, которому нравится этот персонаж, фокусирует свое внимание именно на Железном Человеке. Но, например, в то же время другой зритель, то есть не персонаж, а зритель, он может сфокусироваться на Капитане Америки, потому что Капитан Америка в Сольнике понравился ему больше. И такая фокусировка способствует тому, что зритель может и полностью свое внимание отдать и Тони Старку, а может полностью свое внимание отдать и Кэпу. Хотя оба персонажа особо в фильме-то и не скрываются, потому что раскрыты были до этого. Вопрос в том, что в фильме еще появляется соколиный глаз. И фокусировка внимания вся зрительская идет именно почти что на него. Но проблема Мстителей, кстати, заключалась в том, что они не справляются с этой фокусировкой внимания и не умудряются с калиновым глазом как-то толком раскрыть. Этот персонаж остается таким, ну, серой лошадкой, я бы сказал, фильма. Хотя зрителю очень интересно, кто он такой, что он делает вообще. И это вот это все. Это происходит из-за того, что этот персонаж новый. То есть зритель фокусируется и на старого, которого уже видел, и на нового, чтобы узнать, кто он такой. Вся проблема отряда самоубийц в том, что персонажей дохера. И кто-то их, может, знает из комиксов, кто-то вообще не знает. Но в итоге фильм не пытается раскрыть почти что ни одного. Нет, он пытается, конечно, но у него это вообще не получается. Поэтому в «Хищных птицах» Кэти Ян решила сделать совершенно другую вещь. Она сделала фокусировку внимания исключительно на Харли Квинн. И это, для многих, это, наверное, минус. Но для меня это лично плюс. Потому что в фильме хотя бы было интересно, за кем следить. То есть у нас был действительно один персонаж, которого мы уже знаем, которого еще сильнее начинают раскрывать и от которого ведется повествование. Вопрос в том, что Харли Квинн в этом фильме заделали местным Дэдпулом. Дэдпулом или Веномом. Потому что как будто брали характер персонажей из обоих фильмов. И это очень, ну как-то вызывало очень странное ощущение. То, что вроде бы это и Харли Квинн, но в то же время ты такой, блин, это же не та самая Харли Квинн, это какой-то вообще другой персонаж. Который творит вообще что-то непонятное. Ну, если честно, то мне понравилось. В принципе, именно таким образом и нужно было делать, наверное, отряд самоубийцев в свое время. То есть сделать какого-то персонажа лидирующим, остальных на фоне. Ну, потому что в Стражах Галактики было именно так. То есть, вот, хотите верьте, хотите говорите, что хотите, но Стражах Галактики хоть и командный фильм, но в первом фильме, да и во втором, все внимание почти что уделяется Питеру Квиллу. И он занимает главенствующее значение. И вся фокусировка зрительского внимания идет именно на него. Поэтому за повествованием следить интересно. Также и в хищных птицах. У нас есть точная фокусировка внимания за одним персонажем. А все остальные уже раскрываются на фоне именно его приключений. Вопрос в том, что раскрытие других персонажей в этом фильме происходит просто так же убого, как в отряде самоубийц. Серьезно, у Хелены Бертинелли в фильме, наверное, 4 сцены от силы. Она появляется в начале, и потом с этим персонажем абсолютно ничего не делают. Буквально почти что до конца фильма. Это не есть хорошо, потому что если вы показываете персонажа в начале, вы должны гнуть его линию прямо до конца. Но у них это абсолютно не происходит. Они забивают вообще на все болт. И решают вести Хелену Бертинелли потом в сюжет лишь в конце. А проблема в том, что зритель уже, наверное, и забыл, кто это такая. Какая-то девка с арбалетом. И проблема заключается в том, что это почти касается каждого персонажа. Просто у Хелены Бертинелли это вообще абсурдная ситуация. У Рене Монтои такая же проблема. Она появляется в фильме в начале. В начале ее довольно много, не так мало, как Хелены. Но потом из середины она просто выбывает. И появляется только ближе к концу. Более-менее дела обстоят у Канарейки, которые как-то пытаются и тут, и там, и в начале, и в середине, и в конце что-то делать. Но сказать, что Канарейка раскрытый персонаж, конечно, особо не сказать. Она весь фильм ходила с одной рожей, с одним выражением лица, с одним выражением характера, и как-то непонятно. Единственные два раскрытых действительно персонажа из, ну, эти, протагонистского ключа, это Кассандра Кейн, наверное, и Харли Квинн. Потому что между ними завязывается отношение наставник-ученик, то есть классическая такая конструкция, и поэтому оба персонажи довольно интересно раскрываются с разных сторон. Вот. А теперь мы поговорим про концентрическую композицию, структуру композиции. Потому что, ну, весь фильм сработает таким образом, что он строится на одном событии, то есть всё фокусируется вокруг чего-то одного, одной проблемы. И на протяжении всего фильма к этой проблеме возвращаются, раскрывая её заново. Но вопрос в том, что обычно, обычно в концентрической композиции всё работает вот таким образом, что повествование возвращается не к экспозиции в различные моменты истории, а к завязке. И с помощью завязки двигает всю историю как бы дальше. То есть он вносит, она... То есть, например, в разработке узнаётся что-то новое про то событие, которое начала историю, и завязка смотрится иначе, и с помощью этого разработка двигается дальше в абсолютно другое русло. Здесь же они решили сделать по-другому. У нас в конце фильма вдруг может возникнуть экспозиция Хелены Бертинеля. И это и будет вся суть концентрической композиции здесь. Потому что нас отсылают всё время к экспозиции. То есть, у нас есть фильм, где Харли Квинн что-то говорит, что-то говорит, что-то говорит. Появляется персонаж, появляется действие с этим персонажем, а потом только раскрывают этого персонажа в какой-то непонятной сцене. Ух, что-то как-то, что-то, что-то, что-то как-то не то. Не знаю, это, если честно, плохо, потому что экспозиция персонажа не должна протекать на... Ну, вы поняли, на похер. Такого не должно быть. А именно здесь такое и происходит. И экспозиция происходит в абсолютно неожиданных, непонятных местах фильма. Ну, типа, такого не должно быть. Такого не должно быть. Теперь мы перейдём к проблеме антагониста. Потому что антагонист, чёрная маска в исполнении Юэна МакГрегора, получился харизматичным. Прям очень хорошим. Прям очень хорошим. То есть, на протяжении всего фильма он двигающая структура, которая не давала мне заскучать. Когда он появлялся на экране, просто вот всё было чётко. Он очень хорошо, очень харизматично отыгрывал. Прям как будто ему понравилась эта роль. Может, реально понравилась. Но в конце весь принцип его антагонизма... По принципу антагонизма мы поговорим в отдельных роликах. Всё будет. Проблема в том, что весь его путь, он как бы был ни о чём. Потому что в конце его тупо слили. Его тупо слили. А злодей должен... Когда злодей проигрывает, он должен частицу своего проигрыша отдавать герою. И путём его проигрыша герой делает такие поступки, которые он бы не сделал раньше. И которые заставят его измениться. В финале хищной птицы этого абсолютно нет. Чёрная маска просто проигрывает. И проигрывает максимально тупо. Из-за этого злодей получается как бы двояким. Он как бы весь фильм вроде был суперкрутым, а в конце бац и какой-то лох. Вот всегда вот проблема антагонистов в кинокомиксах вот в этом. То есть вот в этом. Не придумывают в конце, как победить злодея круто. Чтобы он ушёл красиво. Но не додумываются. Просто придумывают какую-то чушню. И хищная птица это не исключение. А что до плюсов? Ну, из плюсов я могу отметить ту же самую Harley Quinn. Которая как персонаж, в принципе, получается безумной и интересной. За её историей интересно следить. Это визуальная составляющая. Это музыкальная составляющая, конечно же. И, конечно, экшн-составляющая. Которая берёт от рейтинга 18+. Но если и не всё, то многое. То многое. Понимаете, да? И, в принципе, фильм получается, ну, местами фановым. То есть интересным, весёлым, красивым, да? Но я уже рассказал, что у него есть ошибки. Которые выглядят, ну, критично. Но не делают фильм говном. То есть он не раздражает. Это просто ошибки, которые не дают ему быть хорошим фильмом. Но он неплохой. Ну, точнее, он средний. И я не знаю, какую оценку ему поставить. Либо 5, либо 6 из 10. Я до сих пор не решил. Но, в принципе, фильм мне не особо понравился. Но в какие-то отдельные места я словил какой-то фан. То есть поржал. От кринжа, может быть, ещё от чего-то. Но вот так вот. То есть у меня не было абсолютно никакого негатива. Как, например, на той же Капитан Марвел. Где я просто удивлялся с того, как фильм в конце сломался. И на Тёмном Фениксе. Где тоже я просто засыпал от того, как же скучно можно сделать третий акт. Здесь такого не было. Здесь просто был средний такой, средний, может, хлипко средний фильм. Я бы не сказал, что это крепкий средняк. Это такой средняк. Ну ладно, ребят, с вами был я, BlacksInfinity. Делился своим мнением по поводу этого фильма. Надеюсь, вы всё поняли. Я всё понял. Всего доброго, всем пока. Берегите себя. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого пакета. Субтитры сделал DimaTorzok